Значит, вышел Вашингтон-Пост с весьма такой мрачным заголовком и мрачная статья о ситуации у нас на фронте. Почему мрачная? Потому что речь идет о том, что силы ВСУ истощены, фронт может рухнуть. Значит, статья основана на разговорах с дюжиной солдат и офицеров ВСУ. Они, естественно, пожелали остаться анонимными в силу того, что они не имеют права разглашать эту информацию. По словам тех, с кем общалось издание, нехватка личного состава является сейчас самой острой проблемой, поскольку РФ вернула себе наступательную инициативу на поле боя и активизирует свои атаки. Один командир батальона механизированной бригады, сражающийся на Востоке, сказал, что в его подразделении осталось менее 40 пехотинцев, хотя должно быть более 200. Ну и один из них также сказал о том, куда мы идем, я не знаю. Позитивного прогноза нет, абсолютно никакого. Это закончится множеством смертей, глобальным провалом. И, скорее всего, я думаю, фронт рухнет где-нибудь, как это произошло с врагом в 2022 году на Харьковщине, заявил Комбат. Что вы по этому поводу думаете? И стоит, не стоит публиковать такие статьи? И почему Вашингтон пост об этом говорит? И с их подачи мы это обсуждаем? Но мы этой информации не видим нигде в наших СМИ, да? Ну, у нас СМИ держат нас под колпаком, считая, что информация, считая всех нас детьми, не взрослыми людьми, а задача информационной политики – это генерировать позитивную эмоцию. Не давать факты к размышлению, а генерировать вот эту позитивную эмоциональность. И тем самым, как считается, поддерживать вот эту патриотическую враждебность, патриотический подъем и так далее. Ну, по мобилизации, как она проходит, мы что-то не видим. Поэтому укрепление этой патриотической враждебности по отношению к России, патриотический подъем, как раз тут наоборот, в той форме, в которой проводится мобилизация, но речь не о мобилизации как таковой, а в той форме, в которой ее планируют проводить, в которой она уже проводится, как она проводится, то это как раз не способствует укреплению патриотизма, а наоборот, скажем, размобилизовывает. Понимаете, в чем дело? Хорошая цель, задача мобилизовать приводит к размобилизации и унынию. Тем более, что вот действительно на фронте ситуация сложная. Но давайте по порядку. Вот в этом заявлении там очень важная вещь. В нашу вещь сказал наш военный. Куда мы идем? Это значит, что непонятны цели войны, цели военной кампании на 2024 год. В принципе, стратегия на 2024 год объявлена. Об этом говорил Зеленский, об этом говорил Заложный, об этом говорил глава ЦРО Вильям Бернс. Когда недавно он говорил, рекомендовал, какая должна быть стратегия Украины 2024 год. Это воздушная дроновая война, морская дроновая война. А главная цель или задача это как можно больше наносить ущерб России как государству, как политическому режиму и военному потенциалу. То есть увеличить, возможно, кратно издержки ведения войны для России. Но, понимаете, эта цель больше для морских и воздушных операций, но не наземных. Поэтому, когда мы планируем проводить мобилизацию, причем всеобщую мобилизацию, всеобщую мобилизацию, так, фактически. А всеобщая мобилизация это вообще-то признак тотальной войны. Поэтому, если мы хотим или пытаемся, или нацелены на проведение всеобщей мобилизации, то мы должны пояснить, для чего. Для укрепления, выравнивания, укрепления обороны, для того, чтобы заполнить вот эти бреши на линии фронта. Или для каких-то других целей. Пока об этом молчок. Более того, даже пропал куда-то из публичного дискурса концепт военной победы. Что военным путем победить Россию. Он пропал в западной прессе. Ну и как-то так у нас тоже ушел на периферию дискурса и периферию общественного внимания. Да, говорится о том, что там должны воевать дальше, должна быть военная кампания, наносить ущерб России. Но не говорится. А что, вообще цель какая? Освобождение Крыма и всех территорий? А те говорят, что военным путем это невозможно в ближайшее время. И даже в 25-м году. Так тут бы сохранить государство и государственность в этих территориальных границах. В этих, судя по тому, что вот пишет не только ваш пост, но и Нью-Йорк Таймс. Кстати говоря, они одновременно. Там тоже примерно статья на эту тему. Немножко другие акценты, но примерно о том же. Да, можем добавить по статье, которая Нью-Йорк Таймс касается. Они говорят следующее. Украина не будет внезапно разгромлена без американской помощи. Но деградация ее сил будет неумолимой. Это мнение аналитиков Нью-Йорк Таймс. Они отмечают, что европейские страны не имеют запасов оружия и боеприпасов американского уровня и вряд ли смогут восполнить этот пробел. Украина могла бы эффективно продержаться какую-то часть этого года без увеличения американской военной помощи. Но со временем не будет никакой перспективы восстановить армию. И они начнут медленно проигрывать, считает эксперт по России из фонда Корнеги за международный мир в Вашингтоне Майкл Коффман. И по его мнению отсутствие помощи укажет на мрачную негативную траекторию во второй половине этого года. Ну и там также есть мнение других аналитиков. В принципе, не так, конечно, откровенно, но генерал Залужный в СНН написал, что вот в этой позиционной войне преимущество изначально фора на стороне России. И поэтому ему нужно там 5 месяцев, 4-5 месяцев для того, чтобы технологически как-то поменять ситуацию с вооружением в Украине, сделать ставку на киберактивы, на дроны. Ну это все палеотивные решения, так. Но в принципе он сказал, что если дальше продолжать войну в таком стиле, в таком формате, то рассчитывать на успех военный, я так скажу мягко. А между строк читается немножко наоборот. Шансов нет. Преимущество изначально сейчас, вот в этой форме войны, войны континентальной, сухопутной, наземной, с снарядами 152-го, 153-го, 5-го калибра, с артиллерией, танками, дронами, воздушной составляющей, которая есть в России, штурмовая авиация. У нас шансов нет. Преимущество в России. Так, поэтому сказано. Так вот, возвращаясь вот к этим публикациям. Да, и поэтому надо, если мы, и Зеленский тоже сказал, что фактически он хочет создать новую армию. Мы можем поговорить об этом, так. Поэтому отсюда и стремление, попытка сменить не только заложного, но сменить и генералитет, который лоялен больше заложному, чем верховному главнокомандующему. Вообще проблема армии сегодня, она... Многополитики там пишут ревности, там политическая конкуренция, но там еще идет борьба, кто будет спасителем страны. Знаете, когда заложено называть батьком военный, у страны батька должен быть один. Нет двух отцов. Двух отцов нет. Я не знаю, мать может быть одна? Да, мать одна может. Отцов двух нет. Или неважно. Так, разберемся потом между матерью и отцом. Не может быть двух батек. Вот это уже. Но проблема в том, что Зеленский хочет свою армию. Потому что вся эта армия ему досталась. До наследства. До наследства Порошенко. А с Порошенко что? Конфликт. Конфликт. А Порошенко тоже конфликт с Зеленским, с Порошенко. Так, потому что тоже конкуренция политическая и ресурсом. Это он хочет создать новую армию, новые генералы, которые будут обязаны уже нынешнему верховному главнокоманду, еще не предыдущему. И случайно даже вот среди слуг народа ходит такое понятие, вот оно употребляется такое. Генералы Порошенко. Петин и генералы. Вот так. Поэтому тут еще вот это. Помимо всех этих, в общем, создать новую армию, новое начало. Но на это время надо. И надо иметь, из кого ее создавать. Да, время, ну мы сейчас можем там поговорить чуть дальше. Но, что сейчас? Сейчас, как говорится, ситуация не в том, чтобы создать, фактически с нуля придется создавать новую армию. И какую еще тоже. А сейчас ситуация такая, как пел тот же Высоцкий, «Не до жиру, быть бы живым». Так? Быть живым. Сохраниться. Поэтому вот такие статьи идут. Но, как всегда, вот когда западная пресса пишет, есть всегда одно «но». С одной стороны, вроде бы картина правильная. С другой, слишком драматичная и даже, так сказать, трагичная. Слишком такой алармистский черный сценарий. Почему? Потому что, да, на фронте тяжело. Конечно. Мы, инициатива русская. Мы держимся, где-то отступаем, но фронт держится. Прорвать фронт очень тяжело. Почему? Да, состав выбывает. Живой состав. Так, не хватает. Но, тем не менее, все-таки мы резервы подтягиваем. Спеваем подтянуть. Да, сейчас подтянуты резервы из глубины, из тыла. Видимо, их готовили для какого-то, ну скажем так, наступления на будущее. Но вынуждены сейчас их перебрасывать туда, для того, чтобы выровнять ситуацию. Да, иногда кидают в окоп силы специальных операций, что вообще-то не принято. Так, но задача сейчас продержаться и креплять. Во-вторых, по дронам, по дроном, а дроны – это контроль над полем боя. По дроном ситуация 50-50. У них и у нас. Понимаете, когда мы прорывали в 1922 году Харьковскую группировку, у них не было дронов достаточно. Они не контролировали поле боя. Во-вторых, это в основном были, ну как бы, не фронтовые войска, а войска Росгвардии, которые пришли, ну скажем так, осваивать на тот момент оккупированную территорию. И, конечно, потеря управления войсками. Потому что вы помните, ну, может, вы не помните, но я напомню зрителям, себе и вам. Там генерал Лапин, генерал-полковник Лапин, чуть ли не бегал там с какой-то группой, с какой-то рацией и отстреливался там, что-то призывал всех не сдаваться и так далее. Говорит о том, что управление войсками было потеряно. У нас управление войсками не потеряно. Несмотря на ситуацию с армией, в заложенном и так далее, среднее звено генералитета, комбригов, полковников и бригадных генералов, оно работает. Ну, не говоря уже там батальонный уровень. Вот, поэтому, исходя из этого, я такое делаю. Фронт не рухнет в ближайшее время. Если надо будет с Авдеевки выйти, выйдем с Авдеевки, чтобы в котел не попал гарнизон авдеевский. Собственно говоря, потихоньку выходим. Но теперь вопрос. Почему так драматично, даже трагично, два ключевых издания, американские, двух ключевых газетных издания, которые ориентированы на администрацию Байдена, и фактически есть рупором демократической партии, в таких мрачных тонах подают эту вещь? Для того, чтобы склонить общественное мнение Америки, а стало быть, и затем Конгресса, ну, прежде всего, республиканскую часть Конгресса, Палата представителей в Сенате, для того, чтобы они выделили помощь Украине. Потому что помощь заблокирована. А тут еще проблема не только в том, чтобы спасать Украину, вот сейчас с помощью новой военной помощи и финансовых вливаний. А для того, чтобы спасать демократическую партию и Байдена от проигрыша на президентских выборах. Потому что Байден ассоциируется сегодня с Украиной. И это уже не только потому, что так Трамп навязал, а это уже некуда деваться Байдену. Потому что если сегодня ситуация на украинском фронте, или на фронте Украино-Российской войны, будет развиваться в пользу деградации, как они пишут, пользу в направлении деградации и ухудшение ситуации с Украиной, это значительно ухудшает шансы Байдена на переизбрание. Они и так сегодня находятся в неблагоприятной ситуации. Но если ситуация будет разворачиваться в направлении провала на фронте, все, можно сливать воду. Байден это понимает. Не случайно в последнее время он нацепил значок с флагом Украины. Резкие заявления о том, что нужна Украине помощь. Иначе Украина рухнет. Они так пишут. Не рухнет, сразу говорю. Но они накачивают ситуацию так, потому что это уже на Украинском фронте, ситуация на Украинском фронте. Точнее, судьба Байдена в руках украинского военного, украинского солдата и ситуация на Украинском фронте. Вот здесь, знаете, поэтому... Но помощи нет. Почему помощи нет? Потому что Трамп делает ставку на границу южную. Это его предвыборная получается. Так, позиция, фишка, преимущества. Я бы не сказал, что козырная карта, но туз. В то время, как Байдену некуда деваться, потому что по миграции он не может поддержать республиканцев. Но и тоже все время, скажем так, на миграционной теме это прогрессная ситуация. Там еще израильская тема, очень сложная для Байдена, потому что Демпартия, это пропалестинская вообще. Очень много в Америке пропалестинских, проарабских настроений и движений. Я бы не сказал, что массовых движений, причем вот парадоксально то, что Америка, казалось бы, страна, где сильное израильское лобби, богатые миллиардеры, евреи, очень много, ну, большая диаспора еврейская или этническая община еврейская. Но, оказывается, пропалестинцы очень активные, движение, более того, в рамках вот этой инклюзивной политики, так, разнообразия. Ну, в рамках вот этой ЛГБТ плюс повестки, квир-повестки и всяких, всякого рода, ну, скажем, защита прав этнических меньшинств. Вот эти все пропалестинские элементы, так скажем так, они освоили ключевые позиции, например, образование. Вот, например, ректор Гарвардского университета был. Почему? Потому что, во-первых, и богатые деньги арабские, так, катарские деньги, саудовские деньги в Америке, но в то же время вот эта игра в инклюзивность и этнических меньшинств, так, привела к тому, что вроде бы и крупные еврейские пожертвования и вливания в демократическую партию, но сама демократическая партия на уровне некоторых фракций, например, там, Берни Сандерса, там, Александра Октавия Кортес и другие, так, ну, такое, как бы, вот это крыло левопалестинское, леваческое, так, я бы сказал, леваческо-социалистическое, оно пропалестинское. И тут тоже у Трампа, ой, у Байдена, а теперь у Трампа что? Трамп четко, граница, его эта фишка, и все, республиканцы уже не сдвинутся с этого. Трамп не сдвинется в пользу границы, а республиканцы не сдвинутся, и предлагают помощь Украине только дать вместе, нет, сначала вместе с границей, а потом уже отдельно. Да. Почему? Потому что они не хотят, чтобы даже на это, на этот компромисс не хотят, потому что все равно тогда Байдену будет легче, будет легче, не потому что, еще раз говорю, республикации не потому, что они там Украину, знаете, там, не любят, или любят Россию и так далее, просто так сошлось, как звезды сошлись в призвыбранной кампании, что Трампу это не надо, Украина сейчас, я еще расскажу по одной какой причине, а Байдену, Байден уже хотел бы компромисс, но не получается, республиканцы уперлись и все. И теперь еще один момент такой, почему Трамп понимает, что если Украине меньше помощи, значит ситуация на фронте будет развиваться хуже, виновата будет Байден, администрация и так далее, которая получила, ну, как бы условно говоря, второй Афганистан. Он, конечно, таким не будет, но раскручивая эту тему, будут все в ловушке, в ловушке палестинской, израильской ловушке, в украинской ловушке. С другой стороны, Трамп берет эту тему, границы и начинает ее раскручивать. Вот уже. Почему? Потому что первое, его задача сейчас, всю республиканскую партию переориентировать на себя. Там же были и Ники Хейли, Линдси Грэм, это не оконы. Ники Хейли все уже, она в Ниваде проиграла праймерис, причем Трамп там не выставлялся. Интересно, что у Байдена, знаете, праймерис, раньше там 15 кандидатов стояло, и они шли, спорили. Еще нету супер вторника, где-то в начале марта, так? А уже все понятно. Ники Хейли в Ниваде проиграла, и Трампа не было, но ей поставили, ну, против всех там проголосовали. Все, будет Южная Каролина, будет еще все, понятно. И у Байдена тоже нет конкурента, и у Трампа нет конкурента. Понимаете, такая поляризация. И мы попали вот в эти жернова вот этой поляризации, или в тиски вот этих двух, скажем, полюсов. И, главное, еще один момент. Трамп хотел бы, чтобы война в Украине как-то закончилась в этом году. Он не хочет брать на себя, если в случае выигрыша, а скорее всего он выигрывает. Когда он выигрывает? Брать на себя бремя этой войны. Разбираться потом, на что может уйти весь срок. А у него уже это будет второй срок. Он не хочет идти по пути Айка Эйзенхауэра, президента США, который получил в наследство Трумэна корейскую войну. Которая как-никак закончилась в 1953 году. Ну, тем, как закончилась. Она не закончилась, в принципе. Она просто остановилась, эта война, и перешли в мирную жизнь. Как бы мир в условиях войны, холодной, между двумя Кореями. И не хочет брать на себя ношу, примерно, и идти по пути Никсона, который выиграл выборы в 1968 году. Первый срок. И получил наследство от Линдона Джонсона вьетнамскую войну. И колупался с этой вьетнамской войной до 1972 года. И до импичмента, между прочим. Импичмент он получил в 1974 году, если я не ошибаюсь. А Джеральд Форд, его преемник, так и не выиграл выборы. Не выиграл выборы. Ну, так не выиграл выборы. Почему? Потому что... Из-за того, что Республиканская партия в Кризисе тогда выиграла выборы в 1976 году Картер, который, кстати, до сих пор живет 100 лет. Так вот. Почему? Потому что ты тогда должен... Головоломку. Что ты должен делать? Это можно сказать, что просто закончить войну. Хотя, может быть, он рассчитывает на то, что он приходит в классе, помощь Украине полностью прекращается. Так, и тогда выбор какой? Садитесь за стол переговоров, договаривайтесь. Но на каких условиях? Да, это тоже большой вопрос и главный. Поэтому он хочет, чтобы это все, всю контакт, неудачу по Украине навесил на себя Байден и Демократическая партия. А республиканцы приходят с чистого листа и занимаются уже Китаем, там, Израилем это будет. Потому что Нетаньяху ждет, когда придет Трамп, и чтоб там сегодня не выламывали ему руки, выкручивали руки американцы. Он не идет на сделку с Хамасом, которую предлагают или которую организовали Катар, Египет, даже, по-моему, там Россию включили и Китай включили в гарантов этой сделки между Хамасом и Израилем. Ну и граница, конечно, тут по границе очень важно, что сейчас Трамп фактически переподчинил себе республиканскую партию. В отличие от 2016 года, тогда просто случайно он оказался президентом, выбрали его случайно, никто же не ожидал. Так, не демократы не ожидали, не республиканцы тоже смотрели на это. Не украинские политики, которые начали подпишать в Казахстане. А украинские политики, я вообще молчу, я вообще молчу. Вот про украинских политиков молчу. Да, вы помните? Лучше бы они молчали, честно говоря. Да. Потому что вот эта вот привычка бежать впереди паровоза, попередбать как пэхло, вот это писать всякие гадости в фейсбуках и так далее. Ну, надо просто как бы, а потом бегать и искать. И удалять. И удалять, а потом же бегать и искать разные ходы и выходы на этого Трампа. Теперь нет. И Трамп тогда, кстати, они, ну, то, что он пришел не со своей командой, и сбило его. Я же помню, как сбивали Флинт. Флинт, да, по-моему, был главой военной разведки, он был назначен советником по нацбезопасности. Как его сбили, ну и пошло там. Там же столько поменялось. И советник по нацбезопасности, и министр обороны, и вице-президент. Ну, Майкл Песс оставался, но он же как бы его практически предал потом. И Помпео, и прочее. Нет. Сейчас все на него ориентируются. Например, Майк Джонсон. Спикер Конгресса. Другие. А почему? Они на него ориентируются. Потому что он лидер. Он, скорее всего, победитель президентских выборов, если ничего не случится. Популярен в народе. А конгрессменам? Всем. И одной третьей сенатором надо переизбираться. В 2024 году. Вместе с Трампом. Вместе с президентской выборой идут переизбрания. А как ты переизберешься в округе? Я человек Трампа. Раньше этого не было. Раньше наоборот. Я не человек Трампа. А сейчас, для того, чтобы переизбраться, ты должен... Я Трамп. Я трампист. Я вместе с ним. Поэтому, хоп, проголосует. Ну, как у нас, слуга народа, так, в 2019 году. Кто голосовал? Никто не знал. Они сказали, мы слуги народа, мы с президентом, мы с Зеленским. Все. Иди. Кто ты? Не важно. Иди. А теперь пожинаем. Да. Потому что, когда какие-то неучи, необразованные, невзрослые, политические инфантилы начинают заниматься законом о реформе СБУ, о реформе армии, о мобилизации, то понятно, что она будет. Если у человека нет ни опыта, ни мудрости, ни знаний, а сплошной гормоны эмоция, детская эмоция, дети могут только шкодить, они могут только гадить, они могут только, как говорится, детям спичка, не игрушка. Но думать дети еще не могут. Но в политике это тоже, извините меня, политика это же эмоция только на публику. Ты должен эмоционально, скажем так, увлечь людей за собой. Но еще должен быть контент, еще должен быть смысл, как сейчас вот тоже. В чем смысл войны, скажите мне? Укрепить наши переговорные позиции на переговорах, так, перед переговорами. Я согласен. Тогда скажите нам, когда эти переговоры... Совершенно верно, вот так, не такой же ценой. Да. Не такой же ценой.